Православные верующие сегодня отмечают преображение Господне. В народе этот праздник называют яблочным спасом. В Белгороде торжества начали с богослужения в главном храме областного центра Спасо-Преображенском кафедральном соборе. По традиции горожане прошли крестным ходом с мощами святителя Иосафа. Татьяна Красикова расскажет подробнее. Спасо-Преображенский кафедральный собор заполнен до отказа. Отметить один из главных православных праздников из года в год сюда приходят сотни верующих. В день преображения Господня божественную литургию здесь провел митрополит Белгородский и Староскольский Иоанн. Стоит сказать, что 19 августа для главного храма епархии престольный праздник. Преображение Господня в народе именуют яблочным спасом. Праздник приходится на середину строгого Успенского поста. В этот день принято освещать плоды нового урожая. Поэтому на столах у верующих яблоки, груши, виноград. В старину наши предки освещали еще и хребные колосья. Считается, что есть собранные плоды можно только после чина освещения, соблюдая до этого так называемый яблочный пост. Для многих белгородцев отмечать праздник преображения Господня – семейная традиция. Мы приходим каждый год, потому что это очень большой праздник. Это праздник преображения Господня. Это крестный ход. У меня больной ребенок, и ребенок тоже идет с радостью сюда, потому что, наверное, чувствует облегчение. Православные люди, потому что мы верим в Бога. И праздник для нас радостный, преображение. Сейчас вот у меня четвертая внучечка родилась, и как бы вот хочется помолиться, пойти, чтобы все тоже у нее было хорошо. И этот праздник после него, вот как-то какое-то освещение такое в душе светлое. Поэтому стараюсь каждый год приходить. По традиции, белгородцы в этот день прошли крестным ходом с мощами святителя Иосафа. Колонна из сотен горожан проследовала по улице Попова. Многие присоединялись к шествию по ходу движения. Мощи святого перенесли из Преображенского в Николо-Иосафовский собор. Здесь также прошло богослужение. Святитель Иосаф – небесный покровитель белгородской земли и один из наиболее почитаемых у нас святых. Святитель Иосаф – это защитник города наш, покровитель. Мы всегда у него просим помощи, мы чувствуем эту помощь. Мы обращаемся к нему, мы молимся постоянно и просим его помощи нам в наших, так сказать, каких-то житейских бедах и в основном, в особенности, о спасении нашей бессмертной души. Если только возможность есть, конечно, конечно, крестный ход обязательно. Ну, словами не передать, но душа поет. В душе происходит что-то необъяснимое. Такое вот состояние огромного праздника, но словами его передать невозможно. Поклониться мощам святителя Иосафа в Николо-Иосафовском соборе верующие смогут до 16 сентября. Затем также крестным ходом их перенесут обратно в Преображенский храм. Татьяна Красикова, Павел Емелин. К этому часу. Белгород.